браузерные игры это уникальный вид развлечения они не требуют от вас постоянного внимания достаточно зайти в игру сделать пару кликов и пойти заниматься своими делами чтобы потом вернуться и увидеть результат всем привет меня зовут глеб вы на канале шара games и это обзор на travian kingdoms все игры travian были созданы travian games а стартовало это еще в 2004 году и вот в 2015 году они выпустили пятую часть в серии travian kingdoms как и раньше у нее есть глобальная цель а именно прокачать свое чудо света до максимального уровня быстрее чем другие и как только один из игроков это сделает игра закончится для всех на сервере таким образом война и все остальное это средство не допустить быстрого развития противника но давайте разбираться по порядку для того чтобы мы больше понимали мотивы войны давайте немного разберемся где и с кем придется сражаться действие игры разворачивается в альтернативном мире времен римской империи игрокам предлагают взять роль правителя одного из трех народов и привести их господству раз это времена римской империи очевидно что нам дадут поиграть за римлян так вот этот народ обладает передовыми научными знаниями солдаты хоть и сильные но весьма дорогие в обучении также нам предлагают поиграть за галлов их советуют новичкам так как юниты этого народа обладают сбалансированные как атакой так и защитой и третий народ это германцы их юниты получают бонусы при грабежах но они очень слабы в защите эти три нации и есть хостяк нашей игры в самом начале нам дают выбрать одно племя создать ник и первой нашей задачей будет освободить деревню от разбойников а после освобождения нам щедро предлагают стать правителем правда там и править то нечем все разрушено нужно восстанавливать по пути нам еще предлагают создать внешний вид нашего персонажа и вот пришло время ознакомиться с управлением в игре игра обладает весьма простым интуитивным интерфейсом все кнопки расположены удобно и не мешают взаимодействовать с игровым полем сама же игра разворачиваться на трех различных экранах в самой деревне на карте ресурсов и на глобальной карте на первой карте мы следим за постройками войсками их апгрейдом на второй управляем лесопилками и рудниками карьерами и фермами а на глобальной карте выбираем цели для обогащения на начальном этапе вам будут выдавать задания по достижению которых вы будете получать ресурсы для развития своей империи эти задания служат небольшим обучением мол построй то улучшить то обучить столько-то войск и все в этом роде это неплохо и помогает разобраться во всем происходящем и возможно в это время у вас уже зачешутся ручки начать воевать но не так быстро в любой войне достижение преимущества невозможно без экономики ресурсы в игре является краеугольным камнем геймплея для обучения войск или постройки зданий нужно различное количество тех или иных ресурсов на втором экране вокруг города мы видим все области где мы можем получить их прокачивая их мы будем получать прирост в час нужного вам ресурса кстати в игре их всего четыре вида дерево глина железо зерно помимо того что мы можем сами добывать сырье мы еще можем отбирать его у оппонентов что немного приятней но для этого нам понадобится армия она здесь делится на оборонительную и атакующую с название сразу понятно какая для чего нужна и для того чтобы наше поселение не было подвержено уничтожению нам нужно соблюдать баланс в обороне а не клепать только атакующих юнитов кроме самих солдат важным элементом является сам персонаж игрока его можно одевать в доспехе дать коня и послать приключения с которого он вернется не с пустыми руками также наш герой прокачивается и очки можно распределять в четырех направлениях личная сила бонус к атаке армии или ее защите и бонус производства ресурсов опыт можно получить в ходе приключений или боевых действий на поздних этапах игровой процесс превращается в гонку ресурсов и военной силы создавая большие войска или достигая огромного уровня в производстве все это в твоих руках неплохой особенностью игры является то что вам не придется сидеть часами за фармом и нет большой необходимости разбираться во всех механизмах ну конечно если вы не можете вынести того что вокруг вас начинает расстраиваться новые поселения тогда можно погрязнуть в больших войнах начинать искать союзников устраивать рейды и набеги на города врагов и желательно во всех этих заварушках не потерять нажитое добро основным же ресурсами игры является время абсолютно все действия которые вы выполняете требует различного количества времени и чем дальше тем больше а это значит что можно поставить пару действий на выполнение а самому наконец-то начать работать выиграть в одиночку нереально так что если ваша цель побеждать то нужно вступать в альянсы или организовывать их еще и не сказал о графике да конечно это браузерная игра и ожидать от нее каких-то графических прорывов не стоит но все же у разработчиков получилось нарисовать именно нарисовать красивый мир для этого были наняты профессиональные художники и благодаря этому игра выглядит приятной для глаза в завершении хочу сказать что travian kingdoms подойдет как для ярых фанатов браузерных стратегий так и для людей которые хотят просто провести время с интересом но нужно помнить что как только кто-то достигнет максимума в игре ваш сервер перезапустится ну почему все должно быть так трудно а на этом у меня все не забудьте поставить лайк подписаться на канал с вами был глеб и до встречи в следующем видео